Схватка дорожных служб со снегом началась еще в новогодние праздники. С начала рабочей недели регион атаковал южный циклон. Природа решила, что этого мало и 15 января попутным ветром с Норвежского моря направила северо-западный циклон. Осадков выпало больше нормы на 10%. За один день Ульяновск накрыло белым покрывалом на 30-40 сантиметров. Выпало у нас от месячной нормы даже по востоку и крайнем югу чуть больше. Это бывает, конечно, крайне редко. Если обратиться к статистике, в 2021 году у нас январь тоже был снежный, но снегопады были более короткий период, и там выпало чуть поменьше осадков. Но, в общем-то, тоже где-то в пределах 80-100% месячной нормы. Любители снежных пейзажей обрадовались, ведь такой зимы город не видел примерно с 2004 года. А вот автовладельцы взялись за головы, а точнее за лопаты. Вот уже вторую неделю утро начинается с зарядки. Откопал машину, попытался выехать со двора, застрял в сугробе и все сначала. Вызволять дворы снежного плена – обязанность управляющих компаний. Они, в свою очередь, уверяют – уборка проходит в штатном режиме. То есть на ежедневном основе, на период обильных выпадов осадков, управляющая компания выводит порядка более тысячи дворников и до 76 единиц техники. Администрация района совместно с администрацией города организовывает ежедневные рейды. В рамках рейдов объезжаем дворовые территории. А вот армии спецмашин городской администрации похвастаться нечем. Специалистов не хватает, собственно, как и самих тракторов и грейдеров. Для победы над снегопадом требуется 350 машин. Сейчас их в два раза меньше. Очень большое скопление сейчас валов, кучи так называемых, находится на прилегающей территории остановочных павильонов. Сейчас, как раз мы и проводим эту работу по вызову этих куч. Так как у нас своих сил в нашем учреждении не хватает, по поводу, я имею в виду, по вывозу снега от автосамосвала, мы заключили контракт в прошлом году, в декабре, по найму дополнительной техники. А именно плюс еще 30 бойцов. Тем не менее, эффект не сильно заметен. Сугробы появляются на обочинах, пешеходных улицах, вдоль торговых павильонов и ларьков. Пожилые люди боятся выходить на улицу. Инвалиды не могут преодолеть и двух метров. А молодые мамы таскают коляски на руках по снежным барханам. И пока дорожные службы решают кадровые вопросы и вопросы наличия спецтехники, люди продолжают подвергать свою жизнь опасности. Такие снежные сугробы создают помехи как для пассажиров общественного транспорта, так и для самих водителей. Чиновники уверяют, ситуация изменится к лучшему уже в начале февраля. В конце этого месяца поступит 17 новых спецмашин. А вот появятся ли люди, готовые ими управлять, покажет время. Александра Никитина и Юрий Ломатов. Управда ТВ.